Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Елена, и это канал для иммигранта Виталия. Ролик, в котором буду оправдываться. Оправдываться, потому что, наверное, нужно внести некоторые объяснения, почему я иногда говорю вещи, которые не совсем соответствуют образу строгого, серьезного специалиста. Я понимаю, что клиент, допустим, там пошел на Фейсбук. У меня там есть большой пост. В посте выложены все лицензии. Лицензии на работу с недвижимостью еще, бог знает, сколько времени назад, почти 20 лет назад. Там решение комиссии, которая признает меня судебным экспертом уголовного отдела трибунала Терему. Ну, вроде как бы серьезный человек, дальше некуда. Смотрите, там внизу все писали люди, которым я помогла, которых что-то делала. Причем это не придуманная Марья Ивановна, это реальные люди писали со своих реальных аккаунтов. То есть каждого из них можно проверить, что это живой человек. Куча отзывов, куча там каких-то вот благодарностей. И вдруг такой серьезный специалист, я иногда ищу и в очках, если я плохо распечатываю вот мелкими этим сами, ищу и в очках иногда. И вдруг посреди серьезного ролика о налогах, серьезный специалист начинает рассказывать о ретроградной Меркурии, о какой-то Машеньке, которая что-то там рассказала подруге, какая-то сплетня. Почему вдруг такое происходит? Понятно, что если вы смотрите со стороны, вам кажется, господи, какой-то бред, наверное, она сошла с ума. Но когда в жизни происходит что-то странное, очень просто сказать, это бред, все вокруг дураки. И наоборот, очень вас призываю к тому, чтобы внимательно-внимательно смотреть. Если что-то странное, может быть, у вас не хватает какого-то кусочка информации. Может, происходит как раз что-то новое, что вам очень полезно, очень нужно. Потому что то, что для вас понятно, вы и так знаете. Вам не нужны мои ролики, вам не нужны мои объяснения. Как раз там, где непонятно, как раз там, где странно, там нужно открыть глаза и посмотреть два раза, как-то послушать более внимательно. Так что же на самом деле происходит? Допустим, нужна вам какая-то у вас проблема. Вы звоните адвокату и говорите, ой, у меня тут такая-такая проблема. Адвокат и бухгалтер не будет вам отвечать по телефону. Адвокат и бухгалтер вам скажут, приди ко мне в офис и поговорим за плотно закрытой дверью. А, кстати, хочу предупредить милых девочек, которые делают свой ремонт. Выкладывают все в Инстаграм. Все, что вы выкладываете в Инстаграм, в Интернет, где угодно, это ваше официальное заявление, которое может быть использовано против вас. Более того, не может быть использовано против вас, а точно будет использовано против вас. Ну, если кому-то это понадобится. Допустим, у нас тут в Абруте пару лет назад появилась одна очень злобная четкая итальянка, которая решила, что она захватит рынок, услуг для иммигрантов. Потому что иммигранты все такие дурачки. Вот они ничего не знают. Вот приходит итальянка и сразу вот ток из этого. А четка, правда, очень агрессивная. Очень и очень. И она прямо вот с лупой отслеживала каждое мое слово, каждый мой документ. Выискивала моих клиентов, чтобы подставить. Кстати, этих клиентов бедных брала за шкирку, тащила в полицию, чтобы полиция проверила, как у них получено ВНЖ, правильно или нет. То есть ничем не гнушалась. Поэтому я понимаю, что все, что я говорю, в любой момент может где-то всплыть. А я трусиха. Я не говорю никогда каких-то запрещенных вещей. Даже если я говорю там про Машеньку, про что-нибудь такое, все равно это законные вещи. Но я пересрахову, честно. Ну вот такая. Мне легче. Я не могу сказать, что вот, не знаю, там... Ну, я побоюсь дать какие-то инструкции, которые идут, может быть, по грани, еще что-нибудь. Но я запросто могу рассказать сплетню о Машеньке, который Машеньке, адвокат, сказал, послушай, Машенька, ты выброси паспорт. Скажи, что ты приехала вот раньше, и тогда ты сможешь участвовать в санатории. Вот такое я могу рассказать. Ну, какой-то бред, какая-то сплетня. Мало ли что, мне приснилось, может быть. И к этому не придраться. Вот. Так что это хотела вам рассказать, что если я иногда рассказываю сплетни о Машеньке, то это может быть что-то такое, что я боюсь рассказать вот так вот напрямую. Все. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Они меня очень поддерживают. Я вам очень за них благодарна. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и оставайтесь со мной. Всех обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok